3 октября 1986 года на все отечественные и зарубежные средства массовой информации была отправлена экстренная телеграмма ТАСС. Сегодня утром на советской атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на борту в одном из отсеков произошел пожар. Авария случилась в районе Бермудских островов. На борту лодки есть пострадавшие. Три человека погибли. Больше в сообщении не было никаких подробностей. Остальную информацию военные моряки строго засекретили. Например, что на борту взорвалась ракета, что субмарина затонула на глубине более 5 километров, и то, что большинству членов экипажа удалось спастись вместе с командиром лодки. Кстати, командир, вопреки древним морским традициям, не остался на тонущем корабле и не погиб вместе с ним. Он был единственным, кто знал о том, что погубило субмарину, и был обязан донести эту информацию до командования флота. Даже несмотря на то, что его могли счесть сумасшедшим. Опытный подводник был убежден. Лодка стала жертвой атаки неопознанного объекта неземного происхождения, таинственным подводным призраком, возможности которого не поддавались никакому здравому смыслу. На рубеже 50-х, 60-х годов 20-го столетия в совершенно разных районах Мирового океана начинают происходить какие-то непонятные события с советскими и иностранными подводными лодками. Экипажи с завидным постоянством докладывают на берег, что опускаясь на большую глубину, субмарины попадают в непонятное информационное поле загадочных неопознанных объектов. Ощущение такое, как будто кто-то пытается выйти на контакт. Встречи, как правило, начинаются с того, что гидроакустики внезапно улавливают весьма странные сигналы, чем-то отдаленно напоминающие кваканье лягушек. Очень интересный эффект, с которым впервые столкнулись наши моряки. Периодически в эхолокаторах возникает очень странный такой феномент, как будто под кораблем проходит какая-то масса и издает вот именно такой квакающий звук, вот это пум-пум-пум-пум, какая-то вот такая пульсация. Поэтому эти предметы, которые плавали в океане рядом с судами, неопознанные объекты, их стали называть квакерами, по аналогии с глаголом «квакать». Исследователи, которые изучают подводный мир, утверждают, что в толщеокеанских глубин гидроакустики фиксируют немало различных шумов. Это могут быть звуки, которые издают живые обитатели моря. Шумят корабли, лодки, даже шельф. Но звуки так называемых «квакеров» резко отличаются от всех других. Услышавших их всегда создается стойкое впечатление вполне осознанных действий тех, кто эти звуки издает. Такое ощущение, что квакеры, появляясь не весть откуда, настойчиво пытаются установить контакт с субмаринами. Судя по непрерывно меняющемуся пеленгу, они кружат вокруг подводных лодок, но меняют тональность и частоту сигналов, как бы вызывая моряков на своеобразный диалог, особенно активно реагируя на гидроакустические сигналы, посылаемые с лодок. Контактируя таким образом, квакеры могут внезапно исчезнуть, а затем также внезапно появиться в нах. Они сопровождают лодки до выхода из какого-нибудь района боевого патрулирования, а затем прокваков в последний раз бесследно пропадают. И при этом они производили такие странные движения. Скорее всего, это могло происходить за счет каких-то других способов передвижения, другой энергии, которой они пользовались. То есть речь могла идти не о каких-то двигателях, то есть в нашем понимании этого слова, а о каких-то видах энергии, которые нам еще неизвестны. Многие исследователи утверждают, что таинственные объекты, выходя на контакт с подводниками, никакой агрессивности к сопровождаемым лодкам не проявляют. Более того, создается впечатление, что квакеры специально демонстрируют свое миролюбие. Однако подводники все равно опасаются контактов с ними. Интересно, что должен чувствовать командир субмарина, когда акустик внезапно докладывает. По меняющемуся пеленгу, неопознанный объект пересекает курс лодки. Едва лодка отворачивает в сторону, как неутомимый преследователь вновь устремляется на пересечение курса. Вы представьте, что вот вы, командир подводного, выполняете боевую задачу скрытно. Вам нужно выйти в какой-то район, там обнаружить группировку противника, уничтожить ее. Или если это ракетоносец с баллистическими ракетами, выйти в какой-то район, произвести пуск ракеты, нанести, значит, удар по береговым объектам. Вот вы их подходите к этому району, да еще в боевой обстановке, а у вас со всех сторон вот эти квакеры квакуют. Психологически на вас это будет воздействовать? Безусловно. То есть любой командир скачет, подумает, что я обнаружен. Из тех данных, которые были либо рассекречены, либо стали достоянием гласности благодаря утечке информации из военных ведомств, ни одного столкновения с субмарин с квакерами или какого-либо боевого поединка не зафиксировано. При этом некоторые эксперты почти уверены, что таинственные подводные объекты вовсе не безоружные, а значит, не так уж и безобидные. Наверняка они обладают каким-то оружием, которое, кстати, они ни разу не применяли еще ни против советских моряков, ни против российских, ни против американского флота, как нам известно. Ни одного случая, зафиксированного случая нападения с их стороны не было, хотя несколько раз известно, что американские моряки несколько раз провоцировали эти объекты, запуская в их стороны что-то типа даже учебных ракет, так скажем, не боевых, а учебных ракет. И все время это заканчивалось просто тишиной в эфире. На рубеже 60-х и 70-х годов 20-го столетия в Мировом океане начинается активное противостояние советских и американских флотов. Этот период историки характеризуют самым разгаром Холодной войны. Вполне естественно, что загадочные квакеры стали не на шутку беспокоить военных моряков. Прежде всего потому, что и наши, и американские подводники усматривали в этих таинственных объектах не что иное, как взаимные происки. В конце концов, проблема квакеров дошла до самого главнокомандующего военно-морским флотом СССР адмирала Сергея Горшкова. Выслушав разные версии докладчиков, главком отверг те предположения, где речь шла о морских чудовищах и неведомых биологических субстанциях. Горшков настаивал, что квакеры не что иное, как новейшие противолодочные разработки военно-морских сил США. Мнение такое было, что вот эти вот гидроакустические системы стационарные, обнаружение наших подводных лодок, которые, значит, устанавливали американцы, и такие были, мы знаем, и СОЦУС, и другие такие системы. Также не исключилась версия, что объекты могли быть внеземного происхождения. Известно, что предыдущие десятилетия ознаменовались большим шумом в связи с НЛО. Не минул этот шум и отечественный военно-морской флот. Я был отправлен на подводные лодки дизельные на боевую службу, на Фарер и Исландский рубеж между Исландией, островом и Фарерскими островами. В одну из ночей в феврале 1972 года плыл, стал осматривать горизонт, и вдруг я увидел нечто непонятное. Над горизонтом, ну, угол приблизительно максимум 3-4-5 градусов был. Что-то похоже на круглое, чуть-чуть, эллипсовидное, но достаточно большое, казалось мне. Но, по крайней мере, Луна была совершенно в другой стране, а небо было закрытое. А это нечто было такого оранжекрасного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение. Просто аж какое-то давящее на психику. Я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторое создавало. От таких сообщений первое время упорно отмахивались. Но всему есть предел. И настал момент, когда квакеры вместе с НЛО уже не на шутку обеспокоили всех советских военных моряков. И тогда решением министра обороны маршала Гречко была создана спецгруппа из нескольких флотских разведчиков. Задача перед ней была поставлена весьма непростая. Изучение, систематизация и анализ всех необъяснимых явлений, происходящих в Мировом океане, которые способны представлять опасность для наших кораблей. Главком ВМФ Горшков тогда сказал, проблема крайне сложная и новая для нас. А потому для ее решения сил и средств жалеть не будем. Дадим и людей, и корабли. Важен результат. У нас была тоже такая теория, когда у нас были еще сиры противолодочной борьбы, которые возглавлял адмирал Абелька, а начальником у него штаба был адмирал Нелобуев, которые разработали один из вариантов перекрытия Мирового океана буями, специальными гидроакустическими буями, которые сбрасывались и которые фиксировали обстановку. Но в конечном итоге все это было разработано уже до техники такой, которая могла быть применена. Но эти буи были такой огромной, так сказать, величины. И они стоили так дорого, что не то что забросать Атлантический или Тихий океан, а их буквально 100 штук поставить было не способно наше производство и наше промышленное. В начале 80-х годов 20-го столетия программа «Квакер» была внезапно закрыта. Группу расформировали. Всю массу накопленных материалов и разработок по теме с грифом «Совершенно секретно» свели в несколько пухлых дел, которые навсегда исчезли в сейфах военно-морского архива. Почему столь внезапно расформировали разведгруппу, для многих осталось загадкой. Зато совершенно понятно, почему итоги ее работы были строго засекречены. Каждое государство обязано до поры до времени хранить в тайне свои приоритеты, особенно в столь деликатных областях, как эта. Появление непонятного объекта всегда трактуется в пользу действий потенциального противника. Поэтому задача военного не просто исследовать, изучить действия потенциального противника, но и до поры до времени скрыть от его же разведчиков сам факт того, что мы прознали про их проделки. Поэтому долгое время при изучении квакеров существовала такая своеобразная игра нервов. Мы делали вид, что мы про них не знаем, в то время как американцы наверняка делали то же самое. И все же, что нового удалось узнать о квакерах? Какая информация доступна? К сожалению, известно не так уж много. Причем мнения по неопознанным подводным объектам расходятся даже среди бывших офицеров группы, занимавшейся этой проблемой. Некоторые из экспертов расформированной группы и по сей день считают, что квакеры являются ничем иным, как неизвестными живыми существами, причем с весьма высоким уровнем интеллекта. Этой версией придерживаются прежде всего работники Петербургского отделения Института морей Академии наук России, которых в свое время привлекали к теме квакер. Разумеется, что речь идет не о мифической рыбе Капсиле, размером с кита и собачьей мордой. И не менее сказочной рыбе Улетифе, с головой огромной кошки. И не о легендарных страшилищах северных морей Средневековья, Гольферамбе и Масчугере. И не о таинственных подводных ведьмах. Или о еще более жутком морском черте. Речь идет о вполне реальном, но еще неизвестном науке подводном существе. В этом нет ничего невозможного. Ведь свидетельства о неведомых жителях океанских глубин имеются в предостаточном количестве. Даже о ките, известном человеку уже более двух тысяч лет, мы по-прежнему многого не знаем. Эти существа, назовем их так, не видны, ну, по крайней мере, визуально они не бросаются в глаза. И мы вынуждены признать, что либо их размеры не такие большие, то есть сопоставимые, например, с размерами планктона, либо их форма, их естественный вид больше напоминает прозрачный светящийся планктон. Возможно, квайтеры принадлежат к какому-то подвиду таинственных гигантских кальмаров-архитевресов, чьи мертвые туши периодически выбрасывают на берег волны. Возможно также, что это подвид гигантского угря или даже плезиозавра. Опять же, вот если мы посмотрим, немножко пофантазируем, посмотрим, как плавают обычные медузы. У них идет вот именно такое волнообразное движение, то есть если какой-то более крупный объект, соответственно, он может создавать кавитационную волну во время движения, которая может вот таким непонятным образом звучать в эфире. Есть те животные, которые передвигаются, выпуская из себя струю не газа, а струю воды, то есть получается, вот знаете, вот как у нас скутеры едут, вот так вот они перемещаются. Вполне возможно, что это какое-то огромное существо, которое во время движения такой звук издает. Не исключено. Наличие органов чувств, работающих в акустическом диапазоне, делает наиболее вероятной версию о том, что квакеры могут иметь некоторые черты китообразных, возможно, левиафанов. В этом случае понятен их постоянный интерес к подводным лодкам. Предполагаемые левиафаны вполне могут принимать их за своих злейших врагов кашалота. Но почему они в этом случае не спасаются бегством, а сами дают о себе знать? Может, потому что это какие-то особые левиафаны, для которых кашалоты сами являются добычей? Но субмарины все же чем-то смущают гигантских подводных хищников, и они подолгу крутятся вокруг них, пытаясь понять, что же это такое пожаловало к ним в гости. При всей логике подобных версий их категорически отвергают те, кто непосредственно контактировал с таинственными квакерами. Подводники уверяют, что ни одно из живых существ на Земле не способно перемещаться в морской среде со скоростью, намного превышающей скорость субмарин и надводных кораблей. А тем более маневрировать в воде, нарушая все известные законы физики. Для информации, самая быстрая, кстати, отечественная подводная лодка с титановым покрытием, она давала максимум 40 узлов, то есть примерно 80 метров в час. Речь идет о каких-то крупных технических объектах, явно технического характера, потому что двигались они с несвойственными животными какими-то траекториями, которые явно показывают, что речь идет о каком-то техногенном объекте. То есть они иногда повторяли полностью движение судна, иногда резко останавливались, иногда видно было, что этот предмет тормозит, иногда видно, как он ускоряется. Дешифраторы, занимающиеся изучением записанных сигналов квакеров, тоже теряются в догадках. Если одни явно угадывали в них звуки живых существ, то другие считали, что эти сигналы все же имеют скорее техногенное начало. Версия о том, что квакеры являются подводными НЛО, среди офицеров спецгруппы, занимающейся этой проблемой, особой популярностью не пользуется. Хотя и она до конца не исключается. Как знать, может, это именно НЛО встречают субмарины при выходе с подводных баз и потом сопровождают лодки на всем пути их следования по маршруту боевого патрулирования. Я бы среди версии гипотез квакеров, конечно, я мог бы упомянуть и версию подводных НЛО. Ну, иногда слово подводных опускают и говорят просто НЛО, тем более, что эти летательные аппараты, части из которых, я в этом абсолютно убежден, действительно являются искусственными аппаратами, правда, дальше мои знания, увы, не так богаты, я не знаю, аппаратами кого, аппаратами каких и так далее, но эти аппараты действительно могут не только летать в небе, как мы их обычно наблюдаем, но и легко нырять и выныривать, взлетать из вод океанских. Есть еще одна версия. Именно она была изначально ближе всего офицером группы. Может, потому что на нее было затрачено больше всего времени и сил. Версия эта предполагает, что квакеры ничто иное, как таинственные радары американцев, стремящихся с помощью таких разработок обнаружить наши подводные лодки в стратегически важных для США районах. В пользу этой версии говорит целый ряд весомых аргументов. Скажем, очень часто, хотя и не всегда, вскоре после контактов наших подводных лодок с квакерами в районах боевого патрулирования появлялись американские противолодочные корабли. Однако для объективности надо сказать, что районы наиболее частого обнаружения мигрирующего планктона, а также крупных млекопитающих и даже морского змея, совпадают с районами, где располагаются наиболее мощные противолодочные силы НАТО. И здесь версия о каких-то сверхсекретных и сверхтехнологичных американских разработках Бодках не выдерживает критики. В любом случае, это, естественно, не вяжется с версиями о каких-то гигантских больших летательных аппаратах. Это не вяжется абсолютно, не никак, даже близко не стоит с версиями о каких-то секретных, читай, американских подводных средствах слежения или чего бы там ни было подобного. И так или иначе, это заставляет нас думать в направлении двух, ну максимум трех версий. Либо мы имеем дело с представителями какой-то малоизвестной ветви биологического вида, либо это представители еще более неизвестной и еще более фантастичной жизни. Ну, может быть, на уровне каких-то энергетических полей. Вполне вероятно, что именно с таким таинственным объектом и столкнулась советская субмарина К-219. В результате моделирования ситуации тщательного анализа было доказано, что лодка погибла не по вине экипажа. Было воздействие внешних факторов. В официальных отчетах есть снимки, которые подтверждают, что по корпусу К-219 проходила глубокая борозда. Именно она нарушила герметичность одной из ракетных шахт, после чего забортная вода раздавила своей массой ракету. Комиссия сделала предварительный вывод, что таким внешним фактором могла быть иностранная субмарина. Однако шепотом те же члены комиссии говорили, что все равно что-то здесь не то. Агентурная советская разведка докладывала, что после гибели К-219 ни одна иностранная подлодка не становилась в ремонт. А ведь столкнувшись с советской, она должна была получить немалые повреждения. Опытный командир К-219 был уверен, что его субмарину утопили квакеры или подводные НЛО. Но в те времена об этом было не принято говорить вслух. Поэтому аномальная версия была робко озвучена только спустя годы после катастрофы. Поэтому неопознанные подводные объекты, как и квакеры, так и остаются нераскрытыми тайнами мирового океана. Ну а загадочный объект из Бермудского треугольника, вольно и невольно, может быть и случайно, стал фактически убийцей советской субмарины. И еще. В начале 90-х годов в печати неожиданно промелькнуло сообщение, что ВМС США интенсивно занимаются изучением океанского дна и поиском неизвестных обитателей больших глубин, сигналы которых неоднократно записывались и якобы даже частично расшифрованы. Как знать, может, речь шла все о тех же таинственных квакерах. И, может быть, все же придет день, когда тайна загадочных океанских сигналов не только будет до конца раскрыта, но и станет достоянием широкой общественности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова